Мы уже говорили о деятельности английских писателей в России начала века прошлого. Мы рассказывали о Гарольде Вильямсе, Артуре Ренсоме, Хью Олполе. По странным истечении обстоятельств все эти писатели, некоторые из них неплохие, они были шпионами. Причем не людьми, которые сотрудничают с разведкой, а просто выполняли задания. У них была миссия в России у всех. Вот эта идея использовать писателей для шпионажа в России и вообще легендировать настоящих шпионов тоже подписателей, она очень пришлась по душе англичанам не только из-за специфики России, где вот эти русские идиотики смотрят в рот любому писателю и ему внимают, не понимая, что он говорит. Да им это и не очень важно. То есть, если кто-то споет итальянскую арию в Большом театре, где будет говориться там все сидящие в этом зале идиоты, я плюю вам ваши отвратительные хари. Если русские не будут знать итальянского языка, они будут, если хорошо спеют, они будут аплодировать, это будет замечательно. И так будут делать любые люди, и англичане, и немцы, и так далее. Они будут аплодировать мастерству тенора, прекрасной музыки, не понимая смысла. Но отличие русских от англичан, немцев и самих итальянцев и так далее, что если русские будут знать текст вот этой арии, но будет спето хорошо, он все равно будет аплодировать. Он будет доволен, он скажет, замечательно, вы мне плюнет, хотите плюнуть в ружу, отлично, браво, браво, замечательно. Но если его плюнут потом в ружу, он почему-то обидится, а что он обижается. То есть, в России можно петь такие арии, там, квадрат 14, дробь 11, в Финском заливе свободен для военного десанта. А русские, они будут аплодировать, и сами будут подпевать еще. Они будут подпевать, понимаете. Это идиоты. Идиоты, которые в известный момент купились на идею прекрасного, не понимая, что идею прекрасного это замечать. Но есть и другие идеи, не менее важные. Но англичанам понравился вот этот сеттинг писателей в России не только поэтому, а потому что для англичанина писатель – это и есть стукачий шпион. То есть, на кого пишете, кому пишете. Вот это и писатель для англичанин. Писатель куда, писатель на кого. И чтобы понять, как функционировало английское общество, достаточно вспомнить СССР. Там все было грубо, но вот это была грубая и от этого особенно верная убийственная карикатура на реальное функционирование английского общества. Ну, кто из советских писателей, выпускаемых на Запад, не был связан с КГБ? Да все и были, абсолютно. Вопрос в степени этой связи. Допустим, английским шпионом в 1917 году в России был замечательный писатель Сомерсет Моэм. Ну, что он реально делал? Он сам потом писал. Мне, говорит, дали большую сумму денег, чтобы я подкупал меньшевиков, для того, чтобы они не заключили сепаратный мир с Германией. А я, говорит, не знал, как подкупать. Ну, понятно же, почему он согласился. Он согласился, потому что англичанин, и мы сделали предложение в КГБ, от которого нельзя отказаться. Ну, вы же английский человек, вы же подданный нашего короля, для вас это честь. Ну, да, честь, я согласен. Кроме этого, он получал сам какие-то деньги, он получал отмазку от армии и много разных преференций. Поэтому он, конечно, согласился. Но он потом говорил, что я не знал, что делать с этими деньгами, как, куда, к кому. Я там никогда такими вещами не занимался. Но его для этого и выбрали. Дурачка, который там из угла в угол этот шпионский камень катает, и вот с этими пачками денег там ходит и куда-то пытается их там. Потому что нужно было в английских интересах не меньшевикам давать деньги, чтобы они воевали за Антанту, а давать деньги большевикам, чтобы они заключили сепаратный мир с Берлином. Что они и делали. Мы знаем о немецких деньгах, которые были у Ленина и у большевиков. Но рано или поздно мы узнаем и про английские деньги, которых было еще больше. А если уж зашла речь о таких настоящих агентах, английских шпионах кадровых, которые прикрывались этой легендой о том, что они литераторы, это такой человек, о котором никто не знает, не говорят, но он сыграл очень большую роль. Это Стивен Грей. Это такой вот елейный дурачок, который написал 11 романов, посвященных русским поселянам. И когда Герберт Уэллс написал «Россия во мгле», он написал «Опровержение». Он сказал, нельзя так говорить про русских крестьян. У них очень широкая душа. Они очень-очень добрые, хорошие, красивые, задушевные люди. Как же можно писать, что вот эти крестьяне, они там что-то хулиганят во время революции? Это очень обидно, и это искажает светлый облик России, страны писателей. А кто этот Стивен Грей? Это кадровый шпион, который, допустим, в Средней Азии в 1916 году, когда там было восстание и саботаж, организованный немецко-турецкой агентурой, он там принимал в этом участие, он наблюдал, писал отчеты, а, может быть, и помогал. Почему нет? И выглядел он вот так вот, вот этот вот наивный дурачок. Вот фотография, вот рисунок, отражающий богатый внутренний мир английского литератора. КОНЕЦ